Продолжение следует... Будем оснащать их под определенный профиль этих операционных и отделений. На 15 мест рассчитано хирургическое отделение и на 25 глазное. В месяц в больнице принимает более 60 человек. При этом здесь 50 лет не менялись радиаторы отопления и оконные рамы. Отсутствовала система кондиционирования. Там, где раньше были стерильные операционные, теперь мусор и разруха. В настоящий момент со стен и полов удаляют старое покрытие. Каким будет обновленное отделение, пока можно только гадать. Но масштаб работ впечатляет. На ремонт выделено более 100 миллионов рублей. После того, как был создан проект будущих помещений, свои правки в него внесли врачи. Ведь в их работе необходимо учесть массу нюансов. Здесь надо предусматривать то, что если у нас эти отделения ориентированы на операции, то надо предусматривать, чтобы каталка, на которую будут везти пациента в операционную, она должна помещаться, выезжать между ними. Реконструкция продлится до 2020 года. На это время третье хирургическое отделение переехало в другое здание. Идет ремонт и в помещении офтальмологии. О прошлом здесь напоминает только вот этот настенный календарь, кстати, за 2019 год. Сейчас здесь тоже неприглядная картина, но после ремонта тут все будет в буквальном смысле радовать глаз. Вскоре начнутся работы и в кожном венерологическом отделении. Постоянно на объекте трудятся от 30 до 40 рабочих разных специальностей. Ведь за сравнительно небольшой срок сделать надо немало. Контракт большой на проведение полного капитального ремонта с заменой всех инженерных систем, системы вентиляции, общестроительных работ, фасадные работы, входная группа. То есть полный капитальный ремонт. После нашего ухода здесь будут новые здания. В октябрю рабочие планируют приступить к фасадным работам. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.